И снова ночь, улица, вокзал и рельсы. На календаре 13 января 2023 года и мы с вами на Савеловском вокзале. На автобусы уже нет большой очереди, все местные жители уже разъехались по своим домам, остались только пассажиры, которые поздно возвращаются с работы или идут на электричку. Савеловский вокзал никогда не был активным в плане проездов дальнего следования, а сейчас все знают его исключительно как вокзал для пригорода на север. Внутри остались только пригородные кассы и кассы дальнего следования, а для прохода к поездам через здание проходить не нужно. Даже на основной навигации уже нет никакой информации о поездах дальнего следования. Зал ожидания поездов давно уже стал залом ожидания своей курочки, а путь к платформе давным-давно уже напичкан различными блюдами русской, французской, турецкой и другой международной кухни. Отсюда уходят пригородные поезда в Долгопрудный, Лобню, Икшу, Яхраму, Дмитров, Вербилке, Талдам, Дубну и Савелово. Но в эту пятницу 13-е явно что-то пошло не так, потому что на табло электрички было написано «Д1 Новая Иерусалимская». Это примерно так же, как если ехать на прямом поезде Москва-Санкт-Петербург и случайно оказаться в Воронеже. Отсюда ходили поезда в Петербург и это не шутка, а последний поезд дальнего следования шел отсюда через Углич в Рыбинск. И его тоже уже стали забывать. Но это же пятница 13-е, а значит все идет не по плану. На седьмом пути стоит маневровый ЧМЭ-3 3203, который мои зрители на Бусти совсем недавно видели, совсем в другом месте. А за ним 4 пассажирских вагонов, которые в этот момент начинается посадка. Это поезд номер 602 Москва-Рыбинск. Он вернулся домой всего на 6 дней и спустя небольшой промежуток времени снова отправится в командировку на Восточный вокзал. Когда на Савеловском направлении будет 4 главных пути, он сможет вернуться сюда на постоянной основе. Номера вагонов тоже логичные. 3, 5, 6 и 7. Вагоны заполнены не полностью, не каждому удобно ехать. Из Москвы до Рыбинска 11,5 часов. Маршрут поезда с заездом в Углич очень долгий. Удобство не для всех. Пользуясь случаем, передаем привет Санкт-Петербургу, Варшавскому. Именно оттуда пришел этот ТЭП-700Т-56, который и потащил за собой весь этот огромный поезд. Апофеозом всего странного информирования, которое могло бы быть и необычной. В пятницу 13-е стало объявление на электронном табло по отправлению этого поезда, который не поддается никакой логике. Я вообще не представляю, в какой параллельной вселенной можно было бы представить, чтобы поезд из Москвы до станции Рыбинск-Пассажирский ехал со всеми остановками, кроме Бескудникова, Марк, Шереметьевская, Катуар, Икша, Яхрама, Дмитров, Каналстрой, Вербилки, Талдам, Колязин-Пост, Золоткова, Пуршева, Маслова, Юринский. Когда еще у поезда дальнего следования, вы получите информацию со всеми остановками, кроме... Обычно это применяется исключительно к электричкам, но в этот день точно что-то пошло не так. Интересно, а любители подцеплять меня за не самое четкое произношение некоторых звуков русского языка, как отреагировали бы на эту информацию? Уважаемые пассажиры, поезд до станции Рыбинск-Пут отправляться 21 часа, 25 минут седьмого пути, нумерация вагонов с хвоста поезда. Так что вот в культурном обществе это совсем не является проблемой, а вы продолжаете дальше звонить по телефону и платить за свой экспрессо в палатке. Наш поезд уже готовится к отправке в Рыбинск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова До встречи в следующих видео. Пока!